Наш выпуск завершён. Номер телефона новостей ТВК 265 4500, адрес в интернете tvk6.ru. Далее программа после новостей. В студии ведущий Алексей Кришко. Алексей Михайлович, добрый вечер. Добрый. Со строительной темы начинаете эту неделю. Ну не просто строительной, мы начинаем с темы обманутых дольщиков. Эта тема очень важная для многих, по крайней мере, для тех, кого обманули. А для тех, кого не обманули, важны уроки на будущее. В гостях у нас сегодня Евгений Владимирович Гончаков, исполняющий обязанности конкурсного управляющего компании «Стройтехника». И Вячеслав Леонидович Голик, директор компании «Эконома Жилстрой». Состав участников про «Стройтехнику» понятно. Вячеслав Леонидович Голик, это, как я понимаю, представитель дуи компании, которая сейчас в значительной степени будет достраивать, если всё пройдёт по тому плану, который намечен всеми участниками процесса. Правильно я понимаю? Именно так. А вы, извиняюсь, с чего решили заняться этой темой? Всё не сразу началось. Начали понемножку, пришли на подряд в «Стройтехнику», уже тогда, которая находилась в состоянии банкротства, взялись достраивать дома. Сначала вложили свои средства, работали за свой счёт. Потом получилось так, что получили кредит под строительство. Именно вот домов обманутых дольщиков? Именно домов обманутых дольщиков. Выполнили достаточно серьёзный объём работ. Ну и после этого находимся в той ситуации, в которой находимся. То есть мы практически на сегодняшний день являемся такими же участниками долёвого строительства. И в этом смысле тоже обманутыми дольщиками? Ну, в принципе, да. Какая общая сейчас ситуация? Ситуация в компании «Стройтехника»? Евгений Владимирович, вам вопрос. Ситуация в компании «Стройтехника» описывается законом о банкротстве. Там конкурсное производство. То есть запрещена и прекращена вся производственная деятельность. Поэтому строиться прямо сейчас невозможно. И в этом режиме мы находимся с ноября месяца прошлого года. И закон о банкротстве предусматривает выходы, в первую очередь, конечно же, для дольщиков. И этим выходом мы как раз сейчас и пользуемся. То есть это возможность забрать у обманутых дольщиков, в том числе и у строительных компаний, и, конечно же, огромному количеству людей, которых у нас практически около тысячи человек, в свои руки, в свою собственность, все строительные площадки в «Стройтехнике», все объекты незавершённого строительства, то есть их дома. Что такое забрать в свои руки? Это значит организовать жилистно-строительный кооператив, в котором пайщиком будет каждый участник этого строительства. Это так называют закон, то есть обманутый дольщик. В той мере, в которую внёс, собственно, деньги когда-то в компанию «Стройтехнике». Смотрите, от того, что люди, допустим, придут на собрание, про собрание мы скажем чуть позже, проголосуют, станут пайщиками, а откуда возьмутся деньги на достройку, вообще говоря, домов-то? Готов об этом, так сказать, несколько слов, и более развернуто это изложено в моём заключении, которое уже с сегодняшнего дня доступно каждому к обозрению, к критике и так далее, к восприятию. Доступно где? Доступно в офисе «Стройтехники», как-то увелит закон в преддверии того собрания, которое мы ещё чуть позже. Так вот, идеология достройки, экономики этой достройки заключается в том, что мы передаём только то, что может передать «Стройтехника» сейчас. То, что является фактом и документальным, и физическим. То есть, 9 домов. 9 начатых строительством в разной степени строительства. Но факт в том, что на всех участках и всех земельных участках именно «Стройтехники», которые мы тоже передаём вместе с домами, возможно построить ещё 4 дома. Получается, у нас из передаваемых 9, 2 дома практически пустых, и те новых 4 тоже пустые. То есть, возможны их продажи. Из этого складывается экономика. 7 проблемных домов, которые были ранее в «Стройтехнике», 6 новых незанятых, совокупно даёт профицитное наполнение будущего строительства. То есть, людям не придётся ничего доплачивать? Придётся. И закон в этом смысле суров, и он говорит, что и я, как управляющий, должен рассчитать эту степень доплаты. И это собрание оценивает, действительно ли они согласны, и тем самым принимает решение о создании этого жилищно-сторитного кооператива. Так вот, стоимость доплаты 8400 рублей с квадратного метра. Это совместная оценка моя, моей команды, Союза строителей, генерального подрядчика в данном случае. То есть, это плод работы рабочей комиссии, которая была образована всеми участвующими в этом деле профессиональными сторонами. Вы можете, соответственно, сказать, что это окончательная сумма, что она потом не вырастет, 8 не превратится в 10, в 11, в 12? Нет, безусловно, мы знаем, в какой стране мы живем, мы знаем, что возможны потрясения и мировые в том числе, но на сегодняшний день мы готовы с уверенностью сказать, что 8400 – это именно та сумма, которая для дольщиков станет окончательной. А сколько дольщиков сейчас вот вовлечено в этот процесс? Ну, на сегодняшний день мы отфиксировали, и не только мы, потому что наши фиксации – это все на определениях суда. То есть, каждое заявление документировано 1096 требований к стройтехнике есть по квартирам. В наличии в тех домах, которые мы готовы передать в этот состав, этого жилищно-строительного кооператива, 1114 квартир. То есть, мы понимаем, что каждому дольщику, который на эти объекты имел претензии, будет предусмотрена квартира в этом жилищно-строительном кооперативе. Итак, это выход, который вы считаете, это жилищно-строительный кооператив. Дольщики должны же лично проголосовать за это? Безусловно. Именно личное участие, ну, либо кого-то по нотариальной доверенности, потому что мы с физическими лицами имеем в большинстве своем дело на этом собрании. Именно личное голосование, причем голосование с огромным проходным цензом, 75% от не только пришедших, от всех учтенных, от того количества, которое я только что назвал. 75% от этих 1096 должны проголосовать за? За. А если не проголосуют? Значит, если не проголосуют, ну, во-первых, голосование против законом очень жестко пресекается, это федеральный закон, и для голосовавших против создания ЖСК есть только один выход, остаться в денежных требованиях и потерять право на квартиру. Поэтому мы понимаем, что людям нужны квартиры, и понимаем, что голосующих против как бы не должно быть по определению. А с другой стороны, если просто не придет количество людей, то, возможно, повторное собрание. Мы со значительно более низким уровнем проходного, так сказать, ценза, там надо всего лишь, чтобы пришло 30%, и одних 75% проголосовало. И мы понимаем, что это как крайняя мера, она применима, возможно, одобрена арбитражным судом, в том числе, потому что это полное следствие закона. Но все равно призываем 22-го числа, и вот как раз про это собрание, 22-го числа в Микс Макси, с 11 часов регистрации, в 2 часа собрания... 11 часов дня. Дня. С 11 часов дня регистрации, в 2 часа дня начала собрания, обязательно приходить всем. Всем, кто видит эту передачу. Передать своим друзьям, знакомым, коллегам по этим несчастным домам, чтобы они все-таки наконец стали счастливыми. То есть вы считаете, что это шанс решить все-таки судьбу многострадальную дольщиков стройтехники? Более того, я считаю, что это единственный шанс, предусмотренный законом. Вячеслав Владимирович, а вы вот так со стороны чуть смотрите, все-таки у вас другая компания, но вы тоже так считаете, что это последний шанс? Да, я с этим абсолютно согласен. Это, пожалуй, в сегодняшней ситуации единственный шанс, который позволит разрешить эту ситуацию с тем, чтобы все участники были удовлетворены. Скажите, все-таки вернемся к вопросу, какой интерес у компаний, которые будут достраивать проблемное жилье? Ну, тут два момента. Первый, про который я уже говорил, те компании, которые, в том числе и наши, которые приняли участие в строительстве на начальном этапе, вынуждены были кредитоваться, и в качестве расчета получили пока квартиры в домах, которые еще, по сути, не достроены. Таким образом, при завершении строительства у нас появляется возможность реализовать. Хотя бы свое вернете. Да, вернуть свое, то есть реализовать, получить, то есть рассчитаться с кредитом. Это как бы первый момент. Ну и второй момент, он, в общем-то, такой обыкновенный. Дело заключается в том, что для нас это строительный подряд, поскольку мы являемся компанией-строительным подрядчиком, нам просто всегда интересная работа, всегда интересен строительный подряд. Поэтому, как и любые строители, естественно, мы заинтересованы просто выполнить эту работу с нормальной строительной рентабельностью. Скажите, а где гарантия, что новая стройка не повторит судьбу прежней устроительной техники? Ну, прежде всего, гарантией должны стать сами дольщики, их разумное управление ЖСК, тем, который будет создан. То есть, достаточно должна быть разумная политика уже внутри самого ЖСК, ну и плюс гарантией является та предварительная работа, те предварительные расчеты, которые проведены, которые, рассчитанная сумма доплаты, определен состав этого ЖСК, состав объектов. То есть, над этим всем работаем. И, в общем-то, положительная экономика, которая в этом проекте есть, дает нам уверенность, что все будет нормально. Вы согласны с этим, Евгений Владимирович? Более того, я думаю, что, просто опираясь на свое, как управляющий именно стройтехники, как проблемные, очень проблемные компании, я испытал все степени контроля, которые в нашем государстве применимы и к компании, и к процедуре управления, и к процедурам достройки. Это и строительный надзор, который выверяет полностью все, что сделано, и ценовой контроль, и прокурорский, и налоговый. Ну, в моем конкретном случае это еще и арбитражный суд. Я думаю, что ни награду с ней будет степень контроля в ЖСК. Почему? Потому что это касается огромного количества людей, это касается абсолютно честного отношения к своим обязанностям, и я понимаю, что передавая в ЖСК, мы передаем, по сути говоря, уже тем, зарекомендовавшим себя, ну, вот, например, в лице Вячеслава Леонидовича строителям, которые прошли все эти стадии проверки, и адекватно их вынесли, что называется, на себя. Действительно доказали, что они это могут, что они это сделают. Давайте коротко вопрос от наших зрителей. Когда приступят к заселению дома по адресу судостроительная 62? Не наш объект. Когда стройтехника выплатит задолженность по заработной плате? По заработной плате стройтехника намерена выплатить задолженность до истечения этого полугодия. То есть у нас в планах, согласно того имущества, которое находится в торгах, это где-то крайний срок июнь месяц. И куда нужно обращаться? Вот Евгений, в частности, об этом спрашивает. Безусловно, ко мне, как управляющему, по результатам торгов у нас полный... Это смотрите, ко мне так легко, как будто мы все знаем, где вы сидите, куда обращаться. Взлетная 28, офис стройтехники, располагается там же, где и была раньше стройтехника, телефон приемный 557879, ну, впереди, конечно, двойка. Хорошо. Алексей, нам повезло, попали в первую очередь, кое-как достроили линейные 90, квартира 65. Ваш объект? Да, это объекты, которые сдавались уже при мне. Девятый этаж, топит балконы, скоро грибок появится, к кому обращаться? ТСЖ отказывается, так как дома должны быть на гарантии устроить техники еще. Да, действительно, надо обращаться сюда же, на взлетную 28. Мы все такие обращения рассматриваем, и по мере сил возможностей, конечно же, справляем, помогаем. Ну, и в финале нашей встречи ключевой вопрос. А как вообще, после вот этих всех ситуаций со стройтехникой и многими другими, как вернуть доверие людей, с Вашей точки зрения? Невозможно ли вернуть доверие к строителям и строительной отрасли? Только честным профессиональным отношениям. Безусловно, только это может вернуть. И, самое главное, объектами, которые станут готовыми, и когда люди получат квартиры. Я присоединюсь к этим словам. Хотел бы только единственное добавить. Я не считаю, что на рынке сегодня не существует доверия к подрядчикам, к строительным компаниям, которые существуют на рынке. Мы работаем, мы это ощущаем, что доверие есть. И поддерживать его можно только выполнением своих обязательств. В гостях у нас сегодня были Евгений Владимирович Гончуков, исполняющий обязанности конкурсного управляющего компании «Стройтехника». Вячеслав Леонидович Голик, директор компании «Эконом. Жилстрой». Мы говорили о «Стройтехнике». И адресуя их дольщикам напомню, что собрание по образованию жилищно-строительного кооператива пройдет 22 числа. Регистрация с 11, начало в 14 часов в комплексе «Микс-Макс» в Октябрьском районе, если кто-то не знает. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. А эфир наш вечерний сейчас продолжит домашняя энциклопедия и слово «Метрополита».